Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, найди мягкие подушки, устраивайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем озорные рассказы Он Реде Бальзака. Невольный грех. Глава 4. Каким образом, из чьей помощи появился на свет некий младенец? Супруге Синишало не долго пришлось раздумывать, как пробудить скороспелую любовь в отроке. Она раскинула ловушки, куда сам собой попадает наисильнейший зверь. И вот как это произошло. В жаркий путь старый граф имел обыкновение возлежать после трапезы по сарацинскому обычаю, и привычки этой никогда не изменял он со временем своего возвращения из святой земли. В тот час Планш либо гуляла одна в поле, либо развлекала себя женским рукоделием, как то, вышиванием и шитьем. Но чаще всего, не покидая замка, наблюдала за стиркой или за уборкой скатертей, а то бродила по замку. Тогда-то ей и пришло в голову посвятить всей тихи часто сука с занятием с Божомом, дабы довершить его воспитание чтением книг и повторением молитв. И вот на другой же день, как только Сенешал уснул и снемогая от солнца, которое так и болит в этот час на холмах рожь Карпона, да что и говорить, болезнее было старику заснуть, чем крутиться, вертеться и терпеть муку от дьявольских протелок нюхомонной девственницы. Планш собралась на парадное графское кресло, решив, что это высокое сидение будет ей очень кстати, если кто случайно поглядит снизу. Луковая зуба весьма удобно расположилась в этом кресле, подобно ласточке в гнездышке, и склонила милое свое личико на руку, словно уснувшее дитя. Но, приготовляясь таким образом, она смотрела вокруг себя жадными, веселыми глазами, улыбаясь, заранее всяким тайным радостям, каковы ей принесут ей вздохи и смущенные взоры юного пожа, ибо она собиралась усадить его у своих ног на расстоянии не большим, чем может прыгнуть старая плаха. И впрямь она весьма ловко разослала бархатный четырехугольный коврик, где должен был преклонить колени бедный мальчик. Жизнью и душой коего фланш собиралась взлазь наиграться, здраво рассудив, что даже святой, вытесленный из камня, ежели заставить его взирать на складки атласных юбок, не применен заприметить и залюбоваться совершенством прекрасной ножки, обтянутой белым чулком. И не мудрено, что слабый баш попался в селки, из которых и богатырь не стал бы вырываться. Вердясь и пересаживаясь то так, то этак, Планш наконец нашла положение, при котором названные селки были наилучшим образом расставлены. И тут тихонько позвала Рене, Рене. Знаю, что мальчик находится рядом в зале, где помещалась стража. Он до чаши прибежал на ее зов, и вот чернокутрая голова уже показалась между тормированными входной двери. Что вам будет угодно приказать, спросил Паш. И он стоял, учтиво нагнувшись и держа в руке свой бархатный алый берет, а румяные свежие щеки его с ямочками были еще аллее берета. — Подойдите сюда, — позвала она прерывающимся голосом, взволнованная его присутствием до того, что совсем не помнила себя. Да и то сказать не было на свете драгоценных каменев, которые пристали бы подобно отчам Рене. Не было полотна, белее его кожи, не было даже у женщин столь лестящного сложения. И он казался ей сгубо пленительным от близкой возможности исполнить свое желание. Легко можно себе представить, как увлекательна игра любви, когда она расгорается при свете юных глаз и солнца, при тишине и прочем. — Читайте мне словословие Богородицы, — сказала она, протягивая пашу открытую книгу, лежавшую на пюпитре. — Мне надо бы дознать, хорошо ли обучает вас ваш учитель. — Как прекрасно, Дева Мария, не правда ли? — спросила Бланш, улыбаясь, когда он взял в руки чесослов, страницы которого были расписаны лазурью и золотом. — Это же картинка! — ответил он скромно, бросая робкий взгляд на свою прелестную госпожу. — Читайте, читайте! — Тогда Рене стал прилежно произносить сладостную мистическую хвалу, но ответные слова Бланш, о, робром, нобис, звучали все слабее и слабее, подобно отдаленному пению рога, и когда Рене с жаром повторил, «О, розы злочайшие!» графиня, прекрасно слышавшие сие слова, ответила легким вздохом. Вследствие сего, Рене подумал, что супруга Синишала уснула. Он не мог оторвать от нее восхищенных взоров, смело ею любовался, и ему не надо было иных песнопений, кроме гимнов любви. От счастья стучало и чуть не вырывалось сердце его, и, понятно, два чистых пламени горели один, другого жарче, и если б кто увидел их вместе, понял бы, какая им грозит опасность. Рене наслаждался лицезрением планш и находил тысячи прелестей в этом пышном цветке любви. Забывшись в восторге, уронил он книгу и тут же устыдился, словно монах, застегнутый врасплох за детским грехом, но благодаря всему происшествию понял, что планша в самом деле крепко уснула, ибо она не шелохнулась. Она не открыла бы глаза при большей опасности и надеялась, что свалится нечто иное, чем часослов. Известно, что желание понести дитя есть одно из самых навязчивых желаний. Итак, юноша заметил ножку своей госпожи, обутую в грохотную голубую туфельку. Ножка поставлена была на скамеечку необычным образом по той причине, что графиня сидела слишком высоко в креслах своего супруга. Ножка была узенькая, с красивым изгибом и шириной не более, чем у два перста, а длиной сваробушка с миниатюрнейшим носком. Одним словом, ножка для наслаждения созданная истинно девичья, достойная поцелуя, подобно тому, как разбойник достойна петли. И такая многообещающая ножка, что ангела могла бы не свести с небес, сатанински дростнящая, и, глядя на нее, хотела создать еще хоть пару подобных ножек, точно-точно-таки же, дабы умножить на сей земле прекрасные творения Господа. Так бы и разум эту красноречивую ножку. Собираясь исполнить задуманное, перебегал он ссорами, где светилась пылка юность от названной ножки к лицу спящей дамы и обратно. Так раскачивается язык колокола, прежде чем ударить. Рене прислушивался к ее сну, пил ее дыхание и не мог решить, что слаще прильнуть или поцелуем к ее светлым алым устам, или же поцеловать заманчивую ножку. И, наконец, из уважения ли, а может быть, убоясь ее гнева, или от или к любви выбрал он ножку и поцеловал ее крепко, но еще не смело и тут же схватил книгу, чувствуя, что краснеет все более и более и, задыхаясь от восторга, закричал, как слепой на паперти «Ой, а нуа, коэли!» Но планшет не проснулась, ожидая, что паш от ножки вознесется коленку оттуда прямо в небеса. И почувствовала она глубокое разочарование, когда молитва условие кончилось, не принося ей дальнейшего ущерба, и когда ранее решивший, что счастье перепало ему на целую неделю, убежал, испарился, более обрадованный с ним похищенным поцелуем, чем самый дерзкий вор, унесший кружку с пожертвованиями для бедных. Оставшись одна, супруга сенешала, испугалась в глубине души своей, что юноша, пожалуй, никогда не дойдет до дела, ежели они ограничатся чтением магнификата. Тогда она придумала, что на следующий день чуть приподнимет ножку, дабы краешком показать совершенство, кое туренца называют нетленными по той причине, что они от воздуха никогда не портятся и свежести не теряют. Уж поверьте, что после вчерашнего дня баш воспламененный своим желанием, а еще более воображением нетерпеливо поджидал час чтения требника любви. И он не ошибся, его призвали, и снова началось словословие, за которым планши не применуло заснуть. На этот раз наш Рене провел рукой по прелестной ножке и осмелился даже проверить, насколько гладко колено и вестели так же атласно кожа. В чем он и убедился, но страх столь сильно сковал его желание, что он едва прикоснулся к ножке робким поцелуем и тут же притаился. уловив эти колебания чутким сердцем и понятливой плотью, графиня изо всех сил сдерживаясь, чтобы остаться неподвижной, крикнула Паши. Ну же, Рене, я сплю. При нем ее возглас за суровый гор испуганный Пашу вбежал, просив книгу иначе-то и дело. Посему случаю супруга Зенишала присовокупила к словословию следующую свою молитву. Святая Дева, как трудно с детьми. Во время обеда Паш оплевался холодным потом, когда ему приходилось прислушивать своему господину и его супруге. И как же он был удивлен, поймал взгляд графини, самый красноречивый и жаркий из всех взглядов, когда-либо брошенной их женщиной. И какая же сила заключалась в этом взгляде, если им невинный отрок был сразу превращен в смелого мужчину. Вечером этого же дня, по той причине, что Брюин задержался дольше обычного под своим судейским делам, Баш отправился разыскивать Бланш и, найдя ее спящей, подарил ей дивный сон. Он освободил ее от того, что так ее тяготило и столь щедро ее одарил, что всего дара хватило бы с избытком не на одного младенца, а на двое. после чего Бланш обняла своего милого и, прижав его к себе, воскликнула «Ах, Рене, ты меня разбудил». И впрямо сия разбудила и мертвую, и любовники поделились, до чего крепкий сон святых угодниц от того случая безо всякого чуда, а лишь силу благостного свойства спасительного для супругов до голове у почтенного мужа стало появляться некое изящное и нежное украшение, которое за временем вырастает врага, не причиняя носителю их ни малейшего беспокойства. С того признопамятного и счастливого дня супруга Зинишал с удовольствием предавалось в полдень отдохновению на французский лад, между тем, как Брюин храпел на сарацинский лад. Но после каждого такого вдохновения Планш убеждалась все тверже, насколько Паша и милее старых Зинишалов, и ночью куда спокрывала, лишь бы не слышать противного духа, который шел от чертова графа. Итак, день ото дня, засыпая и просыпаясь после многих выше названных вдохновений и многих акафистов, супруга Зинишала однажды почувствовала, как зародилась в ее прекрасном лоне, та жизнь, о которой она так долго воздыхала, но отныне она более возлюбила сами усилия, нежели их плоды. Заметим, что Рене научился бегло читать и не только в книгах, но и в глазах своей прелестной госпожи, ради которой он охотно бросился бы в огонь, если бы она только пожелала. После многих встреч число кое уже давно перевалило за сто, супруга Зинишала задумалась и забеспокоилась о будущем любимого своего божа. И вот в одно возможное утро, когда они словно невинные дети играли в ладошки, планш, которая все время проигрывала, сказала, послушай, Рене, я ведь совершаю грех невольный и потворю его во сне, а ты совершаешь смертный грех. «Ах, сударыня!» воскликнула Рене, «Куда же Господу Богу удивать всех грешников, ежели это называется грехом?» Планша расхохоталась и, поцеловав его в лоб, промолвила, «Молчи, гадкий мальчишка, дело идет о рае, не надо бы нам туда попасть обоим, если хочешь вечно быть со мной. О, рай мой здесь!» Перестань же, богохульник, ты забыл, что я люблю тебя более всего на свете. Разве ты не знаешь, что я ношу ребенка, которого скоро так же трудно будет скрыть, как нос на лице? А что скажет Аббат? Что скажет мой супруг? Он может коснить тебя, если прогневается. Мой совет таков, мой милый. Ступай к морму стеркому Аббату, пока я сделал в твоих грехах и предоставь ему решать, как следует тебя поступить при встрече с моим синишалом. Увы, если я выдам ему тайну нашего счастья, то он наложит запрет на нашу любовь, сказал хитрый паш. Пусть так, твое вечное блаженство мне слишком дорого. Итак, вы сами отвокатите, моя милая. «Да», ответила она не очень твердым голосом, «Ну что ж, я пойду, но прошу вас усните еще раз на прощание». И юная чета принялась усердно творить прощальное словословие, как бы предвиде и тот, и другая, что любви их суждено кончиться в расцвете своей весны на следующее утро. Более для того, чтобы спасти свою бесценную госпожу, чем для собственного своего спасения, а также, дабы доказать ей делом свое послушание, отправился Рене Дежаланж в Мормиустерский монастырь. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи у Камина. Накайми, 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 накайми. С Lamar,